Субтитры делал DimaTorzok В студии Александр Журавлев. Доброго всем дня. Итак, казахстанских школьников-первоклашек обеспечат планшетом и интернетом за счет государства. Об этом накануне на заседании правительства было доложено министром цифрового развития. Цифровизация с одной стороны и выполнение поручения главы государства с другой. Месяцем ранее Касымжимар Токаев прямо поручил разобраться с извечными нареканиями родителей на объем и вес школьных ранцев. Все это время обсуждалась возможность установки в каждой школе именных шкафчиков, чтобы дети могли складывать там свои учебники, а не носить их все с собой с урока на урок. Однако в итоге Кабмин пошел по другому пути, тоже говорят, мировая практика. А именно обеспечить всех первоклашек планшетами за счет государства уже к началу следующего учебного года. Это 400 тысяч первоклашек, а значит 400 тысяч планшетов. Если деньги, конечно, найдут, как отдельно подчеркнул цифровой министр Мусин. Однако реакция, скажем так, родительской общественности и различных околообразовательных ассоциаций не заставила себя долго ждать. В соцсети взбудоражены таким правительственным решением, которое никак и ни с кем даже не обсуждалось. Но есть же механизм открытых НПА, например. Вопрос-то народный, детей наших напрямую касается. Попробуем разобраться здесь, на площадке дневной смены. Так все-таки планшеты или шкафчики для школьных рюкзаков? А начнем с того, что именно имел в виду Кабмин, оглашая решение о цитата «планшетизации казахстанских начальных школ». Государство намерено обеспечить первоклашек планшетами от государства. То есть операторам мобильной связи будет оплачиваться за пользование планшетом от государства. А они будут обеспечивать, в свою очередь, планшетом родителей, например, учеников. В следующем году планируется, что основная часть планшетов для первоклашек, мы сейчас определяемся, это будут только городские или только сельские, то есть основная часть, около 200 тысяч точно будет обеспечена в сентябре к следующему учебному году, если мы изыщем бюджетные средства. Сейчас я произвожу расчеты, наше министерство, вот сегодня я говорил о том, что мы необходимые работы будем производить с министерством финансов, с министерством просвещения для того, чтобы выработать модель, и премьер-министр и президент дальше уже будут принимать решение. Ну вот с нами на прямой связи из Алматы депутат мажориста парламента Ирина Смирнова. Ирина, добрый день, слышите меня? Да, Ирина, я вас не слышу. Ирина? Ирина, связь? Да, связь сейчас нам отстроит. Да, Айгерим Дербисалиева, врач-офтальмолог, у нас на прямой связи. Айгерим, здравствуйте. Айгерим? Ага, здравствуйте. Айгерим, вы можете где-нибудь присесть, чтобы, да, чтобы в глазах, да. Да, Айгерим, да, вы в прямом эфире, Айгерим. Да, я хотел вас спросить, вы как врач-офтальмолог, что можете сказать? То есть вчера, помните, было заявление по поводу планшетов, да, и вот очень много, вчера просто, я до ночи читал, честно говоря, в соцсети, там просто шквал, родительские комитеты, всякие образовательные ассоциации и так далее пишут, что, ну, почему не посоветовались, почему приняли решение такое, что вот планшеты и все. Тем более, что есть проблема у нас после коронавируса, большие проблемы у детей. Так ли это? Да, я тоже прочитала новости и комментарии под ними. Как врач скажу, что вообще миотизация, то есть близорукость или ухудшение зрения у детей и у взрослых с книг, чтение. То есть не транспорт или телефон влияет на ухудшение зрения, а то, что мы используем свое зрение в близком расстоянии больше. И исследования уже проведены, что во время карантина почему ухудшение зрения у детей произошло, это потому что нас всех посадили дома, не выходили на улицу, и сейчас тебе глаза не хватало дневного света как такового. И вот связь именно ухудшения зрения и планшетов, такого нету на самом деле по исследованиям. Поэтому... Планшеты зрения не ухудшают, да, вы считаете? Никак не ухудшают. Так. Я считаю, что исследования есть такие, ухудшают они сосредоточку или психическое здоровье, то, что они не занимаются именно обучением, а смотрят какие-то ролики или видео. Вот в экране, знаете, влияют очень хорошо у них. Я им тоже слежу за ними и запрещаю. Да, то есть проблема не с качеством зрения, да, в итоге, а с психологической проблемой больше, да, вы имеете в виду, да? Да, среди, когда детям дают, да, маленькие планшеты и отвлекают их, они меньше разговаривают с детьми, общают, а просто дети сидят, да, просто смотрят какие-то такие ролики. А на самом деле, если только дети занимаются и обучаются планшетами или читают, то это то же самое, что и читать книгу. Да, ну смотрите, да, да, смотрите, вот я поправлю, да, такой вопрос задам Айгеримовна, но очень много же, это же, ну, не заблуждение, не откуда придумано, да, что люди говорят, что пока был карантин и пока вот дистанционное обучение было с детьми, то есть, ну, зрение у детей упало. Но это не связано, да, никак с плотной работой с компьютером, планшетом или так далее, да? Я связана с карантином, так как все дети сидели дома, не выходили во двор, ну, все же не входили во дворы, да? Дневной свет, с чего вы начали, да, мало дневного цвета, из-за этого, но никак не из-за гаджетов. Да, да, у нас же просто многие, по последним данным, в Нарьеге лет подряд истеки детей, не опыт, у которых плохое зрение, и выявили, что в летнее время, во время каникул у детей прогрессирование имеется в связи с тем, что дети пребывают в дневном свете на улице, в автое больше времени, поэтому у них неодевизация и останавливается. Но именно планшеты не ухудшают зрение, это мое мнение как врача, но переходить ли на планшеты, я как родитель тоже особо не рада, потому что они и так-то пользуются, да, гаджетами очень много времени, слушая и не слушая, да, нас, родители. Да, понятно. А дальше, да, вот в этом плане, конечно, тоже не надо. Да, считаете, что радости здесь мало, да, что всех первоклашек обеспечат, то есть вместо рюкзаками и привычными нам учебниками, да, то есть решение проблемы как-то с другой стороны немножко. Просили шкафчики в школах? Да, лучше шкафчики, конечно. Вы как родители уже говорите, не как врача второго. Это как родитель, да. Все как врачи и по исследованиям, научным исследованиям, именно планшеты не есть зло. Ну, зло это то, что дети не занимаются спортом, дети просто образ жизни, да, сидят в одном положении, и позвоночник, и правослабжение, да, вот это все вместе приводит к ухудшению зрения, не сам планшет. И книжки, самое главное, разучаются читать, правильно? Да, книги они и так не читают сейчас, а в планшетах они мало, конечно, будут еще, еще хуже будут читать. Да, вот давайте посмотрим, у нас мы специально провели сегодня Блиц, спросили людей все-таки, все-таки планшет или шкафчики для учебников. Давайте посмотрим, что будет здесь. Что лучше, планшеты или шкафчики для учебников? Планшеты, думаю. Почему? Не знаю, удобно. Сейчас вера, ой, эра, как это сказать? Новых технологий? Да, новых технологий, и думаю, что учебники тоже, это уже прошлый век. Планшеты или шкафчики для учебников? Хорошо. Учебники. Почему? То, что учебники каждый день с планшетами используются. Я думаю, шкафчики должны быть по умолчанию, так и так. А так, если шкафчики, которые должны быть без всяких голосований, без всего, они должны быть у детей, для удобства, как в современных школах, да, то это, конечно, лучше выбрать планшеты. Шкафчики, наверное. Почему? Ну, полезнее, мне кажется, чем планшеты. И то, и то хорошо, и то, и то, может быть, плохо. Почему плохо? Ну, потому что книга лучше всегда была, вот, а планшет и глаза устают от книги не так. Для своего ребенка что бы вы выбрали? И книгу, и планшет. Конечно, мне не устраивает, что сейчас дети таскают тяжелые рюкзаки, но, наверное, это уже вынужденная мера планшета уже выходит. Я-то отдаю предпочтение книгам, мне кажется, ничто не может заменить, никакая техника не заменит книги. Ну, вот, с нами из Далматы на прямой связи советник учредителя Республиканского общественного объединения родителей Семеным Балашак, Гульнар, Гульнар Умарова. Гульнар, вы слышите меня? Гульнар? Гульнар? Да, связи пока нет. Да, давайте вернемся к Агерим. А, Гульнара, Гульнар, вот, вы слышите меня? Да, я вас слышу. Да. Гульнар, как вы можете прокомментировать, ну, вот, всю эту ситуацию с вчерашним утверждением концепции об образовании правительства, где одна из норм обеспечения первоклашек, ну, планшетами уже со следующего учебного года, там, получается, на 100%, это 400 тысяч планшетов, 400 тысяч первоклашек. Да, нужно, знаете, изучить на сегодняшний день, какая ситуация в целом по Казахстану. В унитарном государстве мы должны отделять детей из аула или городской житель, поэтому нужно рассмотреть все возможности, доступности детей, содержать, обратить внимание на образование. Также я хотела бы обратить внимание, но, на то, что обеспеченность интернетом, тут даже вот в Астане, пригородах нет у нас интернета. Да, это вот сейчас даже видно, да. Думаю, что преждевременно делать уже решение, потому что даже где будут эти дети заряжать, да, это в школах должны быть шкафы такие специализированные, где их заряжать нужно будет. Сами планшеты, имеете в виду, тоже надо будет где-то заряжать, где-то... Да, планшеты тоже можно заряжать, они доставлены в школе, то в случае нагрузка будет на государственный бюджет, потому что, так или иначе, учебники будут использовать, они будут... Просто на эффективное использование бюджетных средств, я считаю. И потом, для первоклашек, скорее всего, нужно оборот. Может быть, в старших классах такое решение, что использовали планшеты больше, но для первого класса, я считаю, неправильным использовать именно планшеты. Да, то есть... Цифровизация... Да, Гульнар, если я правильно понимаю, то есть очень много проблем дополнительно возникнет. В заряднике, где их хранить, да? То есть это первоклашки, у них и так, они только пришли в школу, да? У них небольшой стресс от того, куда же я попал, и как все долго это продлится. Плюс еще нужно будет следить за этими планшетами, которые будут у всех одинаковые. То есть помните, как в советской школе там на валенках снежинки вышивали? То есть тоже как-то будут планшеты помечать, выпаивать там что-то на них будут. То есть об этом кто-то подумал или нет? Вообще с вами разговаривали по этому поводу или нет? Да, сами школы трех смен, я думаю, что вот где они будут храниться? Специальное место есть ли вообще? Вот вы говорите, и предыдущие вопросы были респондентам о том, что ящик в школе станете или же планшет. Тут при планшете и то, и другое. Где будут они заряжать, где это будет храниться. А потом кто будет как, допустим, в городах, если с поломкой будут какие-то проблемы, они будут там в центрах каких-то будут чинить и так далее. А, например, в маленьких сельских местностях, как это будет, патарена их там чинить, там, наградить и так далее. Знаете, в частности, в правительстве хочется было правильное содержание сейчас образования, а в акциональные навыки учителей. Самое главное в школе не... Да, ну вот какое... Плачь. Да, связь, как всегда. Опять вопрос к профильному министерству цифры у нас. Вот у нас есть цитата эксперта ЮНИСЕФ, председатель правления института детства Гаухар Кийкова. Давайте послушаем, поставим вчерашнее мнение. Вокруг этого мнения очень много вчера было комментариев. В социальных сетях давайте посмотрим. Дать первокласскам планшеты плохое решение. В наших условиях плохое. У наших детей депривация игры. Не компьютерной, а настоящей, живой игры. Сенсорная депривация. Посмотрите на растущее количество диагнозов по задержке речи. Академический перегруз. И вы хотите еще им насыпать в копилку, чтобы мало не было. В этой стране кто-нибудь спрашивает мнение экспертов и ученых. Для таких решений сначала нужно исследовать текущее положение, смотреть причины, а потом решения принимать. Думаю, это лобби тех, кто производит детский диджитал контент. Они не о детях думают, а о многомиллионных заказах, на которые государство выделяет деньги. Да. Да, я вот хотел... Ирина Смирнова на связи у нас или еще нет? Нет, еще не на связи. Да, Гульна Румарова, подключите, пожалуйста. Тоже нет. Агирим, что со связью сегодня? Агирим Дербисалиева, врач-офтальмолог. Агирим, вы меня слышите? Да, слышу. Да, вот что вы можете сказать по поводу того, что ни с кем и никак не советовались? Мы уже начинали про то, что вы родитель сами и тоже как-то относитесь к этому настороженно, если так я и правильно выразился. Да. Да, но вот то, что не посоветовались. У нас же есть механизмы сейчас, то есть там открытый НПА и так далее. Можно как-то какие-то вещи, касаемые такого количества людей, особенно детей, как-то обсуждать вместе, нет? Нет, я так понимаю, что это только обсуждение, да? Еще законопроекта же нету по этому поводу. Нет, это решение. Поэтому я надеюсь, что слышащие государства у нас и нас услышат, и исследования проведут, потом только решат. Но это программа уже, которая утверждена, теперь она будет защищаться, естественно, в парламенте, чтобы получить на это деньги. Да, это несколько лет, наверное, затягивали. И наше мнение тоже, я так думаю, будут слушать. Да, вот мои коллеги, журналисты. Ну, рано или поздно, рано или поздно все движется вперед, и, да, вот на... Что ж со связью сегодня, да, к господину Мусину. Так, вот наши коллеги посчитали, примерно посчитали, сколько будет стоить, то есть взяли лак такой, знаете, от самого дешевого планшета до самого дорогого в миллион тенге, и получилось, что где-то на 400 тысяч планшетов сумма затрат из бюджета составит где-то примерно 12 миллиардов тенге. Ну, естественно, плюс-минус. Вот такая вот колоссальная сумма. Но я хотел вернуться к тому, к самой проблеме, да, о тяжелых рюкзаках, с чего вообще все началось, о том, что президент об этом сказал. И вот есть у нас сюжет в тему. Давайте посмотрим о тяжести школьных рюкзаков. Айсулу Бикен – мама первоклассница. Женщина всерьез обеспокоена тем, что дочери ежедневно приходится носить тяжелый рюкзак. В день по расписанию несколько уроков. К каждому учебнику прилагается рабочая тетрадь. Помимо этого, хранец утяжеляет сменная обувь и спортивная одежда. Я мать троих детей и врач по образованию. Поэтому знаю, что из-за тяжелого рюкзака у ребенка могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем. Каждый день моей дочери приходится таскать на себе рюкзак весом почти 10 килограммов. Это превышает все нормы. То есть, получается, отправляем ребенка за знаниями, а с другой стороны, наносим большой вред его организму. Школьный ранец первоклассника со всем его содержимым должен весить максимум 10% от общего веса ребенка. Это примерно 2-2,5 килограмма. Такие нормы прописали в Минздраве. В этот рюкзак мы сложили 6 книг. К слову, здесь нет формы для физкультуры и смены обуви, которую школьники носят каждый день. Больше 5 килограмм. Норму превышает в два раза. Искривление позвоночника, нарушение осанки, плоскостопие и не только. Рискуют заработать казахстанские дети из-за слишком тяжелых рюкзаков. Только в этот столичный медцентр с различными заболеваниями позвоночника каждый месяц обращаются порядка 100 детей. Стоит мальчик, у которого рюкзак. Рюкзак ручки длинные, рюкзак тяжелый. И он его оттягивает назад. Когда он его оттягивает назад, то позвоночный позвонок состоит из двух столбов, как бы, может, двух каркасов тела и самих позвонков. То есть тогда опора происходит на остистые позвонки, на поперечные позвонки. И, как бы, ребенок отклоняется назад. Таким образом происходит сдавливание диска межпозвонкового. То есть этому ребенку в будущем гарантирована грыжа диска. И, естественно, заболевание позвоночного столба, которое приводит к серьезной инвализации. О проблеме заговорили и на очередном заседании Высшего совета по реформам. Для решения проблемы президент поручил ускорить цифровизацию учебного процесса. В профильном ведомстве заверили, что работа в этом направлении ведется. Купить электронный гаджет своему ребенку могут позволить не все родители. Поэтому мы будем работать над тем, чтобы обеспечить всех учеников начальных классов нужными девайсами. Проблему также может решить и наличие школьных шкафчиков, где дети смогут оставлять свою спортивную форму, сменную обувь и другие вещи, и не носить их домой. Система локеров применяется во многих зарубежных школах. В рюкзак дети складывают только самое необходимое. Казахстанским школьникам пока можно помочь только одним способом – подобрав правильный ранец и следить за его содержимым. А для этого специалисты рекомендуют проводить ревизию рюкзака как минимум два раза в неделю. Анель Едельхаза, Руслан Алиев, Хабар, 24. Ну вот с нами на прямой связи из Далматы дебутат Можилиста парламента Ирина Смирнова. Я надеюсь, подключили. Ирина, вы меня слышите? Да, да, я вас слышу. Вы меня слышите? Да, я вас слышу прекрасно. Да, здравствуйте. Да, Ирина, да, да. К сожалению, видеосвязь не получается. Скажите, вот вчерашнее решение по поводу, ну вот, вы знаете, концепции образования. И там в ней четко прописано 400 тысяч школьников, 400 тысяч планшетов. Вы как относитесь к этой инициативе вообще? Вы знаете, меня всегда удивляют вот такие неожиданные решения Министерства просвещения и здесь еще добавилось Министерство информатизации. Ну, во-первых, да, над благими намерениями выслана дорога, сами знаете куда. И получается, что без всякого пилота, без того, чтобы действительно дать научное обоснование данному проекту, просто решают, что нужно купить планшеты. Значит, ну, во-первых, мы должны поднять санитарные нормы. В санитарных нормах записано, какое количество времени ребенок может находиться, используя те или иные электронные приспособления. И, скажем, в первом классе это 30 минут. Да, 30 минут хватит для того, чтобы пользоваться планшетом как учебником. Я думаю, нет, и тогда стоит ли вообще этот проект организовывать. Второе. Без проведения исследований, без проведения пилотного проекта вообще ничего нельзя делать. Нам нужно увидеть заключение Министерства здравоохранения, заключение СЭС по данному вопросу. Не просто наше личное мнение, как родители, а научные исследования по этой теме, чтобы понять, как это будет происходить. Да, ну, я вот хотел, да, Ирина, я извините, перебью просто уточняющий вопрос. Да, во-первых, хотел сначала отступить и сказать, что оба этих министерства, которые вы перечислили, и просвещение, и цифровизация, приглашали мы их сегодня в эфир, не нашли время для этого прокомментировать. Поэтому комментируем с тем, кто согласился, собственно, комментировать. А второй вопрос, вот там звучат сейчас, ну, само как бы навевает, да, то есть в следующем году уже будет сборка этих планшетов в Казахстане. То есть это какое-то лобби, я не знаю, чье-то. Прямо же об этом пишут и говорят сейчас специалисты, да. Поняла. Да, ну, вы знаете, ну, если это лобби, да, чье-то, ну, если будет организ... Ну, я слушала выступление Министерства информатизации, ну, не буду длинное название называть, значит, который говорил о том, что нам нужно, чтобы вот эти планшеты были нужны в Казахстане, и поэтому открывать производство. То есть им нужно не для того, чтобы цифровизировать, скажем, образование, совершенно с другой целью, вообще иной целью, которая никак не влияет на образовательный процесс. Да, а тут такой рынок хороший нарисовывается, правильно, да? Да, да, да. И получается, они без всякого, без конкуренции, без ничего просто берутся и вот это вот будут делать, потому что это кому-то нужно. Скорее всего, это не потому, что нужно ученикам, детям, а потому, что нужно кому-то. Да, и вот поэтому и возникают вот сейчас эти вопросы тоже. Да, Ирина, если вот вопрос, что касается кому-то, то это еще касается трех наших мобильных операторов. Я попросил бы, чтобы поставили сюжет, фрагмент заявления Мусина, профильного министра, о том, что, как она будет происходить, наша сборка. То есть мы будем по душевую платить операторам мобильной связи. Операторы мобильной связи будут договариваться с производителями планшетов на территории Республики Казахстан, которые обеспечат, в конце концов, поставку. Вначале это будет просто сборка. Во втором, третьем году мы будем углублять локализацию в Казахстане. Да, Ирина, вот вы слышали, да? То есть локализация в Казахстане, больше министерство думает об этом, вы считаете, да? А не о школьниках на самом деле. Это очень не тех. Оно думает о рынке сбыта. Да, рынок сбыта это тоже очень важно, но не хотелось бы, чтобы интересы детей рассматривались именно в таком контексте. Да, и поэтому получается все так быстро. Теперь, а где они возьмут деньги? Я понимаю, что если два министра скинутся и купят эти планшеты, да, это будет неплохо. Но если, извините, бюджеты и так очень напряженные, где сейчас взять эти деньги? Пока еще не разобрались с теми компьютерами, которые покупали вот в пандемии, где они? Кто будет нести ответственность за эти компьютеры, за планшеты? Кто будет участвовать в том, чтобы определять их состояние? Они же будут ломаться. Кто потом будет покупать компьютеры или планшеты, когда они сломаются? Где будут заряжать эти планшеты в школе? Как это будет осуществляться? Потому что это тоже станет вопросом. Вопросов очень много. И вот так вот решать с кондочка, да, вот потому что кому-то захотелось. Так не должно это быть. Тем более, когда касается судьбы наших детей. Да, ну вот у нас есть, я попросил поставить фрагмент Аймагамбетова, министра, который говорит, что в принципе там навязывать планшет первоклассникам не будет. Давайте послушаем. Если ребенок не захочет пользоваться планшетом, то никто его заставлять не будет. Потому что это только как возможность. Это ведь не значит, что уроки будут вестись как-то иначе. Учителя будут вести занятия, как и раньше, только с дополнительными инструментами. Поэтому надо воспринимать это как возможность, как дополнительное приложение к образовательному процессу. Ну вот с нами из Алматы советник учредителя Республиканского общественного объединения родителей Семимин Балашак. Гульнар Умарова. Гульнар, вы меня слышите? Да, я вас слышу. Тоже по телефону, да, потому что связь, видеосвязь. Да, спасибо нашему министру Мусину. Скажите, вот, а вы как думаете, то есть как это, ну не захочет первоклассник, что делать тогда? Объясненно. Тогда будет оставаться, типа, ну 200 тысяч человек, 200 тысяч первоклассников не захочет каждый второй. Что делать тогда? Цифровизация провалится, получается? Да, цифровизация провалится, во-первых. Во-вторых, обязательно, вот Ирина Владимировна сейчас сказала о том, что во время карантина были уже куплены планшеты. Нужно отмониторить и посмотреть, где и сколько их вообще есть, потому что было очень много проблемных вопросов. Говорили о том, что ненадлежащим образом было куплено. Есть ли вообще какая-то техспецификация, да, и вообще, как это будет производиться? Планировали, когда вот сельскую местность с городской объединить, на этот уровень повысить. Был большой заем, планировался еще в 2018, по-моему, году, насколько мне известно. И тогда планировалось закупить именно планшеты сельской местности. Но, опять-таки, этот заем вернули. Как они там производили, мы за этим следили. Какие были, очень много было вопросов там по техспецификации. И, в конце концов, этот не осуществился проект и во время карантина, где кто как мог закупался. И вот на сегодняшний день, мне кажется, нужно будет всем управлением образования области сказать, сколько осталось, есть ли они вообще, в каком они состоянии. Возможно, ими нужно перекрыть эти 400 тысяч, если такая необходимость есть. Хотя бы отчасти, да? Хотя бы отчасти, да? Да, да, да. То есть, вообще, нужно как бы... Государственные деньги, мы говорим о том, что нужно экономить, о том, что за каждый день нужно отвечать. А так, получается, сейчас несколько миллиардов просто, опять-таки, захотелось открыть какое-то предприятие, СП кому-то, и, может быть, где-то это лоббирование, я не знаю. Но самое главное, для первоклассников, я считаю, что это невозможно обучать их только вот на... Даже вообще закупать смысла нету. Да, Гульнар, я вас понял. У меня вот такой вопрос тоже хочу вам его задать. Вот задавал уже Ирине. Очень много пишут про то, что это, ну, это лобби. Вчера прямым текстом пишут, ну, то есть такое, что кто-то лоббирует, это 400 тысяч планшетов, это колоссальная сумма денег. Вы как считаете? Ну, я уже тоже думаю об этом, потому что, видите, как бы, это рынок сбыта же, ученики, а оно вообще нужно, как бы, со всех сторон изучить, посмотреть. И самое главное, нужно определить, сколько вот во время карантина было куплено этих планшетов. Да, я понял. Где они, в каком состоянии. Вот этот вопрос должен во главе угла стоять, промониторить, а потом уже недостающие, возможно, это будет не 400 тысяч, а намного меньше планшетов. И вообще, а те где? Что с ними? Почему они не отвечают на эти вопросы? До этого они говорили о том, что, ну, будет закуп с колесиками рюкзаков, да, чтобы... Да, проговаривали про это там, много обсуждали шкафчики, ранцы с колесиками, там, что только не было. А в итоге, бах, и планшеты, 400 штук нашей сборки уже в следующем году, и к первому сентября уже будет все готово, 400 тысяч, полмиллиона планшетов. Очень много вопросов, поэтому, я думаю, что они должны ответить, именно, что за сборка, что за завод, почему именно здесь... Вопросов много, возможно, будет экономичнее и закупиться в другой стране, допустим, да. И вообще, насколько они на самом деле... Потому что были случаи, когда из-за рубежа привозили планшеты, те же китайские, открывали заводы, да. Ну, история помнит об этом. Поэтому нужно все, чтобы было прозрачно, открыто, больше информации. Да, я вас понял, да, Гульнар, я вас понял. Я хотел бы, да, еще, чтобы поставили фрагмент, еще один фрагмент того же профильного министра по цифровизации, да, где он говорит, что, в принципе, даже при введении планшетов, при обеспечении их первоклассник этими планшетами, шкафчики в школах для учебников, для рюкзаков не отменяются. Давайте послушаем. Министерство просвещения и Министерство здравоохранения работают над тем, чтобы выработать стандарт. Стандарт будет такой, то есть мы не совсем исключаем учебники. То есть, грубо говоря, если, ну, это уже компетенция Министерства просвещения, да, там будут, как бы, шкафчики, в шкафчиках будут храниться учебники, если необходимо, в смысле, в школе он будет все-таки использовать учебники. То есть, все время, пять часов он сидеть на планшете человек не должен. Да, я вот хотел бы, чтобы Ирина, если на связи, Ирина Смирнова, депутат Мажелиса, на связи еще, да, у нас? Ирина? Ирина? Да, Гульнар, тогда, да, 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 сейчас пока налаживают связь, что же такое. Гульнар, вот к вам хотел вернуться. А какой процесс, вы не знаете, я хотел вот у Ирины уточнить дальше. То есть, это будет утверждаться, когда в парламент зайдет вот эта инициатива. Она будет с общественностью обсуждаться или все уже? Теперь только дело за депутатами и как они скажут свое слово? Я так поняла, что с вчерашнего выступления, что это уже принятое решение, что вчера... Да, это концепция, да. Да, концепция. Но на нее нужны деньги теперь. И вот эта вот статья расходов очень серьезная. Ну, знаете, в любом случае, Мусину надо спуститься на землю и съездить близлежащие просто пригород Астаны и посмотреть Акмолинской области, какая возможность, какие перегруженные школы, да. Пусть он приедет в школу Уркер, Коши, посмотрит, как можно в трехсменной школе пак поставить, куда поставить, какой этот ящик установить. Если вообще в коридорах место, потом шкафы отдельно для зарядки. Да, просто представьте, просто представьте, сколько учеников в школе, да, даже если только первоклассники... Не-не-не, мы же про первоклассник говорим, да? Нет, по ящике, я говорю, я по ящике даже. Не-не-не, я говорю, четыре класса, допустим, четыре первых класса по 30 учеников, да, 120 человек, это 120 розеток. Напряжение в школах выдержит или нет, да, то есть вопросом... Интернета же нет уже еще, вот видите. Но они вот хотят с тобой... Именно цифровизация заключается не в том, что этот планшет покупать. Значит, нужно какие-то другие решения. Тот же QR-код можно сделать. Да, предложите что-то еще, да, вы имеете в виду? Вот у вас, да, Ирину Смирнову, депутата Мажелиса, подключили, как мне подсказывают. Ирина, я вот хотел у вас узнать, если вы меня слышите, конечно. То есть, каков порядок дальше? Вот концепция образования принята вчера правительством, но там нужны же деньги. А деньги, наверное, придут просить в парламент, то есть к вам. Вот послушайте, буквально недавно, смотрите, буквально вот мы на последнем заседании пленарном рассматривали займ, который представлял министр финансов и говорил, что нам нужен займ для того, чтобы закрыть дырки в бюджете. Тогда о каких 400 тысячах компьютеров, планшетов мы сейчас говорим? На какие деньги собрались их покупать? Кто им одобрил уже этот проект? Поэтому надо спуститься на самом деле на землю, с небес на землю, и понять нынешнюю ситуацию, сегодняшнюю ситуацию. Вызовы мировые, которые сегодня стоят. И понять, что нет интернета, я нахожусь в Алматы и не могу с вами по зуму общаться. Не только вы, мы не можем программы проводить уже, какой планшет сегодня что решит? Не знаю, я считаю, что это просто неэффективное желание, неэффективное использование средств в собственных интересах. И заведомое введение нашего президента в заблуждение, я вот так считаю. Да, вот что касается президента, я бы попросил поставить цитату президента, вообще с чего все началось, какое он поручение давал. Давайте посмотрим, а потом у нас и время, собственно, заканчивается. Очень много жалоб поступает в связи с тем, что дети вынуждены носить большие и тяжелые рюкзаки с учебниками. Это, несомненно, негативно сказывается на здоровье детей. Ну, вот слышали, да, то есть президент поручил, месяц подумали, решили вот так. Никого не спросили, даже депутатский корпус, я уже не говорю про родительские комитеты и какие-то там образовательные ассоциации. Ну, вот как-то так. На этом у нас все. Оставайтесь с нами на Хабар-24. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok